Всем добрее, Филаречка. Время уже, ну вообще поздно, на самом деле. 6.54, и у меня сегодня тосты. Это последние два кусочка хлеба. Надо будет как-то купить. Завтра, наверное, пойду. Я на кухне не одна, поэтому тут, может быть, будут другие. По стороне из-за. Хотя, мне кажется, вам не слышно, потому что у меня петличка прям вот тут. Я очень быстро поем, очень быстро соберусь, и прям улею, выйду. Ага, быстро, ну часа полу еще точно, я еще покушать не хочу. Если кушаете, то приятного аппетита. С погодой мне, конечно, чуть-чуть сегодня не подфартило. Есть небольшой дождь. Вот специально сегодня я залезу в прогноз погоды. Я обычно смотрю через Навер, потому что телефон всегда, ну в большей части, обманывает. И в Навере есть четыре прогноза погоды. Вот я два посмотрю так быстренько и пойду. В этот раз посмотрела три. Сейчас выхожу, идет маленький дождь. Я такая, не поняла. Никаких тучек с дождиком я не видела. И захожу в четвертую, и там дождь до десяти. Маленький. Ну я надеюсь, не промокну. Он реально маленький. Если на обратном пути будет большой. А вернуться мне нужно будет быстро. Потому что нужно будет успеть зарегистрироваться. на доп-занятия. Хорошо, в любом случае надо будет быстро идти. Дождь, не дождь. Я еще когда вышла, думаю... Ну, сейчас, если маленький будет, добегу до магазина. Там метро, станция. Сяду, доеду до универа. Если пойдет сильнее. Ага, конечно. У меня кошелек со всеми карточками. С проездным. Остался дома. Сейчас пропустим. И Март поехал. Вчера наткнулась на комментарий. Не помню, под каким роликом его оставили. По-моему, перед крайним или позавчера. То, что я снимала. Будьте немножко добрее. Потому что, когда я говорю, что у меня учеба не требует английского языка. Значит, это так и есть. И что-то недопонимать, когда уже все сказано, я не знаю. Как-то, видите, живу. Учусь. Я учусь на курсах корейского. Возможно, в процентах 70 или 80 даже, а то и больше, на бакалавр нужен английский. Я лишь говорю, что английский нужен для коммуникации с одногруппниками. В том же офисе, если у вас какие-то будут вопросы. Да, он пригодится. А для учёбы он вообще не нужен. У меня все уроки проходят на корейском языке. У нас, если так подумать, то между собой нельзя на уроке говорить на английском, там, на китайском ребятам, на итальянском. Чтобы между собой никто не разговаривал, кроме корейского. А так, конечно, будет лучше его знать. Больше друзей будет с разных стран, пока вы не наберёте базу корейского. Сейчас я общаюсь с ребятами с Японии, с Китая, на корейском. И более-менее нас всё устраивает. Никто не хочет переходить на английский, если такое случается. Ну, всё-таки ребята знают, да, английский некоторые. Я говорю просто, что я не знаю английский. И всё. И либо дальше говорим на корейском, на ломаном, либо заканчиваем. Так что не надо тут путать людей, что если они не знают английский, они не смогут тут учиться. Я снова чё-то через парк пошла. Ну, ладно. Это первый выход кроссовок в такую влажную погоду. Вообще ленит я. Вчера тоже поздновато всё доделала. Всё-таки после того, как опубликовала видео, решила ещё полистать словарик. В итоге долисталась до 11 с чем-то. А уснуть смогла только около 12. Ну, хорошо, что проснулась по будильнику сразу. Главное сегодня лечь пораньше, реально. А то опять начнётся фингалы под глазами, такие фиолетовые, как фонари. Не-не-не, я чё-то не хочу. И так не айс. Будет ещё хуже. Вот такой вот пасмурный Сеул. Пока помню. Хочу ещё добавить вот по поводу английского. Если вы действительно не знаете, как я, английский, то на курсы, тем более в Ханян, если вы вдруг будете поступать, нужно знать какую-то базу. По крайней мере, алфавит и какие-нибудь слова. Это вам очень поможет. Иначе вы просто сможете тут засесть в лужу. Ой, как я говорю, обалдеть. Чтобы вы понимали, я в жизни особо так не использую такие фразы. Ну да ладно. Аж самое смешное стало. Просто в Ханян очень быстрый темп. И тут буквально, я не знаю, два дня максимум даётся на алфавит. Это уже с захватыванием каких-то базовых слов для изучения, запоминания. Поэтому, ну такое. Советую начинать заранее. Вот я виделась с девчонками на выходных. И Кристина учится в Йонсэ, к примеру. Ну не к примеру, она учится в Йонсэ, просто как пример того, что я хочу дальше сказать. У них по обучению высылается словарь на русском языке. То есть даётся какое-то количество слов и перевод сразу на русский. В Ханян русского нет и никто за вас не переведёт слово. Там у нас идёт китайский, японский, монгольский и английский. Ну, русского, естественно, там украинского нету. Так. Я всегда смотрю цапель. Нет, в этот раз нет. Вчера на обратном пути около... Прямо около самого моста сидела. Я немножко так её приснимала. Либо это он. Не знаю, я в птичках не разбираюсь. Ну так вот. Ну и тут же хочется добавить, что, зная английский, вы сэкономите на этом время. Потому что, например, я теряю... Ну, это легко сказать, да. Да возьми, переведи там с английского. Чё такого-то, да? Но на самом деле уходит достаточно времени, чтобы перевести хотя бы 30 слов с словаря с английского, там, либо с корейского на русский. Потому что иногда переводчик такую фигню выдаёт, что приходится вот смотреть на английское слово. А так, конечно, знаю английский, ту же базу. Может, побольше базы. Вы будете экономить на этом. Ох. Ну и, как я говорю, чтобы подытожить, и если хотите ехать на курсы, то пусть у вас какая-нибудь база будет. В крайней мере, алфавит. И, не знаю, слов 200 самых таких базовых, простых. Собственно, всё. Ладно, я сейчас ускорюсь. Не хочу просто под дождём идти. Мало ли, что это за осадки, да? Потому что всякие разные слухи ходят. Какой-то дождик в Корее бывает. Хорошо хоть папишон есть. Хотела сказать, вот я и дома. Ой. Всё, пришло наконец-таки. У нас есть но больше 20 минут точно должно остаться. Два урока, я имею в виду. Видите, как пасмурно. Их. Ладненько. Ну, я не то, чтобы промокла. Я бы не сказала, что я промокла. Так, немножко меня папки дала. Иногда устаю, когда прихожу. Иногда нет, не знаю, от чего это зависит. Хотя расстояние, но одно и то же понятно. Мой словарик. О, нифига себе, я вчера как повторяла, так и убрала учебник в тетрадке. Ладно, я буду повторять. Встретимся. Я не знаю, как получится. Может, на переменке большое сюда приду. Мой напарник по парте опоздал, поэтому я сейчас прорабатывала мораги с учительницей. От страха сказала всё правильно. Так бы тупила, сто процентов. На сейчас урок на свой страх и риск это записываю. Я в шоке. Моё везение просто. У всех есть пара, кроме меня. Прикиньте, да, что было. У нас сейчас большая перемена. Я пришла в холл, в принципе, как и хотела. Я что забыла? Сукьярку. А, не, не забыла. Та-дам! Набрала кипяточек. Я сегодня без яйца. У меня бонан. Маленький, но перекусить достаточно. Печенька и конфетка. Собственно, набрала кипяточку сейчас. Что-то как-то тяжело пошло у меня аудирование. У меня сегодня практически, считайте, весь день чтение и аудирование. Ну, уклон на это. И закрепление главы. Что-то как-то я туплю. Дома буду переслушивать, потому что я все дорожки уже себе скачала. Надеюсь, всё будет окей. Просто нужно разобрать. Именно смотря на текст. У нас в конце учебника всегда текст даётся к аудиодорожкам. Вот, посмотрю, что-то как. Надеюсь, справлюсь. Капец, я испугалась. Кстати, когда мы работали в паре с преподавателем, я ответила. А потом она, видимо, решила переспросить один из вопросов. Хотя я думала, ну, после того, как мы работаем в парах, учитель проходит по всем вопросам, но уже спрашивая кого-то одного. И я так подумала, почему-то, что ну, раз мы в паре поработали, меня не спросят. И я что-то себе записывала просто свои варианты ответов другие, не те, которые я отвечала. И тут бац, она меня спрашивает именно с той колонки, с которой мы проговаривали с ней. И я делаю ошибку. Она такая, ага? Потом я опять неправильно говорю, она ей, ага? Блин, это прикол. Она очень эмоциональная. В этот раз, сегодня, она мне нравится намного больше. Поэтому я уже вчера девчонкам говорила в Гошевоне, может, у неё просто настроение было плохое на той неделе. Потому что сейчас она мне показалась не такой строгой, как на той неделе. Вот. Чем-то даже она так, ну, приколистка, короче. Мне нравится. Прям кайфушки. Очень быстро говорит. Я иногда не улавливаю сути, что она хочет донести. Но всем остальным очень даже окей. Ой, ладненько. Всем приятненького снова. Сейчас буду кушать. Ну, и потом пойду в класс. Слушайте, сегодня учительница была очень даже весёлой. Прям приятная такая. И только сегодня утром я говорила про неиспользование английского. То ли она с девчонками так игралась. Ну, в плане, на что это слово похоже в тексте. Девчонки ей отвечали на английском. Антка, бай, кратия. Блин, ну это было очень смешно. Я обожаю людей с мимикой. Ярко выраженной мимикой. Вот мне кажется, она как раз таки из тех людей. Ой, мне аж как-то, знаете, радостно бежать домой. Что-то мне подсказывает, я успею. Но вопрос, успею ли я выбрать время. Я сегодня одна. Света вроде как на автобусе собралась ехать. Я не поеду, потому что у меня проездного нет. У меня вообще ничего особо нет. Да я бы не поехала, вроде дождя нету. В любом случае. Быстро иду, как могу. Не понравилось мне, правда, что я ошибки какие-то банальные делаю. Вроде смотрю в текст, знаю перевод, понимаю, что это неправильно. Хотя, ладно, может, я просто как-то не обратила внимания на маленький нюанс. В итоге поставила просто неправильный ответ. Потом такая, смотрю, а нафига я вообще это поставила? Я же знаю, что это неправильно, что это вообще не по тексту. Ну, вот такое тоже бывает. У меня на обед сегодня будет миокук, несколько сосисек закину туда и доем амок. У меня один листочек остался. Вчера я больше не покупала. Мне как-то надо дотянуть, чтобы мне было что взять с собой в парк аттракционов. Тоже хочется что-то себе на память оставить. Я в тот раз взяла ободок и пин. Либо пин, либо магнит. Я уже не что-то как-то подзабыла даже. Более того, я его даже не открывала и забыла отдать Диме. Потому что у меня были вещи, которые Дима спрашивал. Давай я что-то лишнее, если есть, заберу. Вот я и хотела отдать. Ну, это как бы не лишнее, но чтобы потом не везти, можно было бы закинуть чемоданчик. Ихи-хи. Вот если вечером здесь возвращаться, часов семь, полвосьмого, тут такой движняк. В ресторанчиках сидят куча, просто куча людей. Так, если посмотришь мельком, то такое ощущение, что они друг на друге сидят. Ох. Так, успею на зеленый, не успею. Я должна успеть. Да, вроде успеваю. О, как раз зеленый. Перфект. Так начинает мигать быстро. Такие странные иногда светофоры бывают. То они горят зеленым дофигища. И только потом начинает мигать. То они сразу загораются зеленым и сразу буквально через секунду 10 они начинают мигать. и ты такой в смысле я только на зебру наступила. Куда дальше-то? Ладненько, я выключаюсь. Встретимся с вами за ноутбуком. Пожелайте мне удачи, чтобы я успела все быстро понажимать, не затупить и чтобы мне пришел сразу ответ о том, что вы записаны тогда-то, тогда-то, уроки тогда-то, тогда-то. Ай! Сейчас дни так быстро полетают, когда действительно учишься. Просто ужасно. Вот вчера считайте... Ну, хотя, ладно, я вчера на кухне достаточно так посидела. Не очень хорошо получилось. Я люблю сидеть на кухне. Ой, мотоцикл. Я постоянно на него смотрю. Ну, он маленький, правда. Пробуем заре. Конечно, именно сейчас нужно вводить пароль. Так, так, так. Время, конечно, уже 53 минуты. Ладно, давайте попробуем. Должно получится. О! Так, у меня открылось, это уже хорошо. Так, имя нужно заполнить на английском языке. Анджелина. Так, as for так, так, у меня второй гэб. Да, правильно, да, гэб. Левел, левел, это же гэб. Класс у меня, у меня E. А, подожди, я проверю. Блин, скис, что я так это, паникерша, я паникерша. Все, что касаемо таких мероприятий, я паникую. О, класс, у нас пришел QR-код на, я сильно хлопнула, да? А, я переговорю. У нас пришел QR-код на бесплатный обед, когда мы поедем в этот, в Лотворд. Так, так, где, 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 да, у меня E, все, я проверила, все хорошо. Номер студента, где мой кошелек, который я оставила дома, вот он, здравствуйте, так, мой студенческий, сейчас мы все заполним. Кстати говоря, сейчас студенческий вроде как уже не выдают, я была последняя группа, которой выдали студенческий, они сейчас все в электронном виде, и по библиотеку тоже можно использовать телефон, вот так вот. Какао айдеи, спросите, что полегче. Так, окей, мой email, ну, это легко, копировать, ставить, здравствуйте, мой номер телефона, плюс 80, а, а, что так, шоссинг, что, вот это я вообще не понимаю, тут типа время выбрать, нет, переводчик help, вот в таких ситуациях вам тоже поможет английский, а, окей, выбрать время для подачи заявки, так, когда я хочу заниматься, но явно у меня в утро не получится, так, это четверг, так, но мне подходит только 15-30, потому что сейчас мне выдаст ошибку, прикиньте, если не успею, так, у меня будет занятие 19-го, 21-го и 26-го, да, 19-е, 21-е, 26-е, да, правильно, отправить, ваш ответ отправлен, сохранить мой ответ, уаа, мы с вами зарегистрировались, так, ну я надеюсь, да, короче, надо будет ждать теперь ответ, длина, вот, ура, все, я теперь буду как хатику ждать письмо на почту, я все сделала правильно, реально, я все там, где нужно было, заполнила, и, собственно, все, меня только смущает, что 14 человек, я опоздала на 20 с чем-то минут, и я, походу, попала в класс, ну, вроде бы, должно прийти письмо ответное, что, все окей, и меня взяли, ладно, я сейчас пойду поем, ну, как пойду поем, я заварю здесь на этаже у себя рамен, добавлю пару сосисок, как я уже сказала, последний листотик, амука, вот, не знаю, когда я его куплю в следующий раз, я когда потом в конце покажу, какие у меня траты за месяц, вы, наверное, упадете, какая у меня концовка, блин, нет, я вместо сосисок закину курицу, потому что она со вчерашнего дня открытая, а сосиски у меня запечатанные, вот, поэтому я их не буду открывать, о чем это я, вот, и вы, когда узнаете, какой у меня выдался конец марта, ну, как конец марта, с середины, раньше, чем с середины, вы вообще поржете надо мной, ну, вот так бывает, зато я очень много куда сходила в начале марта, я, считайте, была сколько раз, один, два, три, я была три раза в Щектане, за март, три раза, это, это рекорд, реально рекорд, все, если вы кушаете, вам приятненького аппетита, буквально пару слов на телефон, время 3.10, я сейчас буду начинать учить корейский, собственно, слова драматики, завтра у нас начинается новая глава, по-моему, называется путешествие, если я не ошибаюсь, короче, надо будет закрепить, выучить все, но, что я включилась-то, я открыла шоколадку Спартак с Беларусь, давайте ее попробуем вместе, написано молочный, реально прикольный, прям вкус каких-то какао-бобов, либо я давно шоколадку не ела, прям вот такую, для меня он даже скорее ближе к горькому, либо это из-за вкуса ореха, все, одного кусочка хватит, вдруг я потом еще сладкого захочу, короче, все убираю, все выключаю, и пошла учить, встретимся уже как, ну как освобожусь, время 10-10 я пошла спать, все, сегодня лягу вовремя, кусочки понятные я не склеивала, я даже ноутбук не открыла, прикиньте, я как села за стол, так и сидела, ну настроение не очень, потому что что-то как-то я не знаю, ошибку много делала, я не могу это просто не рассказать, потому что есть вероятность это забыть, я уже иду в университет, сейчас ехал велосипедист, и у него с кармана либо с самого велосипеда упала перчатка, а передо мной шел мужчина, и он еще так курил не очень хорошо пахнущей сигаретой, мягко говоря, и что собственно он подобрал эту перчатку и побежал за велосипедистом, вот мне сейчас интересно где этот мужичок и догнал ли он его, потому что пробежал он прям достаточно, вижу уходящего мужчину, это он, а вот велосипедиста я не вижу, либо велик уехал, он перчатку где-то оставил, такое тоже возможно, потому что он реально очень быстро ехал на велосипеде, ставя на место дедули, я даже не знаю, но я наверное бы не побежал, я бы просто подняла перчатку, хотя может быть я бы попробовал до первого светофора и все, дальше точно бы я перчатку не несла, я бы поставила просто и ушла, потому что если бы велосипедист увидел, что у него нет перчатки, по-любому он поедет домой тем же путем и увидел вы перчатку, ура, я пришла, ехал, кое-как, я так в горку что-то побежала, не знаю, что на меня нашло, прям реально так драпануло, ладно, сейчас буду повторять слова, я еще боюсь, что мои листочки забрали, хотя мы единственный класс, который учится вот здесь на четвертом этаже, именно в нашей аудитории, просто обычно на листе написаны утренний класс, например, наш и вечерний, вот сейчас у нас на дверях только утренний, поэтому если у бакалавра там ничего не проходит, то, следовательно, мои листочки так лежат под партой, ну, когда будем заходить, я немножко подсниму, ладно, буду повторять слова, сегодня новые грамматики, ладно, не унываем, не унываем, в любом случае мы просто обязаны написать этот экзамен, но лучше, чем в тот раз, в тот раз, хотя я не помню, какие были баллы, но, по-моему, я на видео примерно говорила, вот, после экзамена попробую найти это видео и посмотреть, что да как, хотя, я думаю, и так будет понятно, если я, ну, напишу, да, так что, ладненько, взяла с собой сегодня яйцо, банан, конфету, печенье, две конфеты, одну только что съела, не знаю, что-то она еду пробила, у нас сейчас большая перемена, я пришла покушать, что-то вообще какое-то, не знаю, помятое состояние, голова еще немного болит, от чего, непонятно, как будто что-то давит, не знаю, что делать, я сейчас останавливаюсь, я сейчас останавливаюсь, потому что, что ж такое с кепкой, тогда же кепку застегнуть не могу, до конца переменки осталось, 20 минут, сейчас съем печеньки, конфетку, я сделаю себе попить, не знаю, пока что, кофе, или чай, что лучше, домой хочу, сейчас еще два урока пройдет, быстро побегу домой, чтобы все сделать, я практически дошла уже до Хом Плюс, все-таки решила быстро зайти за булкой, сегодня меня встречают, одни мужчины с сигаретой, не знаю, у меня, видимо, день ингаляции, я не знаю, почему, но пахнут сигареты, вообще невкусно, именно у взрослых мужчин, там, не знаю, 65-70 плюс, вот у ребят, я не знаю, не то, чтобы я занюхивала, да, но когда молодые стоят, курят, от них пахнет каким-то, я не знаю, даже сладковатым, а вот именно дедули, что-то горькое, такое противное, именно табачное, вот и Хом Плюс, буквально чуть-чуть осталось, я почему сказала, что быстро иду, с класса я вышла где-то в час 0-1, прикиньте, я очень быстро собралась, я обычно выхожу, и это в минут 6-7, пока поболтаем, пока до свидания, пока я соберу сумку, а тут было час 0-0, учительница сказала, что все, ой, все, я рубу на нем, и я сразу же начала собирать портфель в кавычках, ну и, собственно, в минуту я уже оттуда вылетела, как пуля, пробежалась немножко, и вот наш результат, я очень хочу быть дома в 2, это мне поможет, хочется на кухне приготовить кабачок, он у меня уже лежит давным-давно, надо было уже как-то его достать, все-таки с холодильника, я надеюсь, он еще живой, о, зеленый, побежали, сейчас ветер немножко задувает, у меня с собой нет мохнатки, чтобы на петличку нацепить, ой, а что такое, сегодня выходной, о, блин, ну ладно, ничего страшного, мне и так уж сильно и хотелось, купим хлеб в другой раз, кабачок я хочу просто пожарить, на сковородке, у меня есть как раз яйцо, добавлю соль, перец, чуть-чуть молока, жалко, нет у меня муки, ну да ладно, можно и так пожарить, да и собственно все, поокуная кружочки, обжарить с двух сторон, и готово, и готово, что еще надо, родители скинули фотографию блинов, я думала не остановится, потому что вчера у меня был показ этих блинов, позавчера был показ блинов, а тут еще фотографии, я думаю вы в то, вы в то творите, масленица же с понедельника началась, вот, у меня родители отрываются, хотя оба хотят похудеть, но видимо не на неделе масленица, ладно, потопаю, что сегодня на уроке особо ничего такого вроде и не было, ну помимо разных звуков, я уже за каникулы отвыкла, что ребята из Китая могут извергать из себя пузырики, так скажем, до сих пор с содроганием, не, ну я делаю вид, что мне конечно же пофиг, но когда я это слышу, я такая, а ну да, точно, да-да, отворачиваюсь как могу, потому что такое ощущение, что я вдыхаю, просто дышу всем, что человек ел, а я такой, я не хочу, не то чтобы мне противно, понятно, что все так делают, но я пока не привыкла, что это вот так вот публично, на уроки, при учителе, а, и кстати, учительница, тоже обращает на это внимание, но не показывает вид, не думаю, что в Корее так тоже можно, как в Китае, когда я постоянно прохожу мимо этого здания, торгового центра, который строится, у меня вопросики, доживу ли я до этих дней, ну, в плане, буду ли я еще в Корее, когда он достроится, что я уже как-то рассказывала, что там будут Луи Виттон и Гуччи, всякие бренды, но должен быть большой торговый центр, о, а прикиньте, жизнь так сложится, что я реально тут останусь, Дима ко мне приедет, и мы будем просто заходить в этот магазин, чтобы купить себе что-нибудь из Гуччи, Луи Виттона, так чисто, о, мне эта кофта понравилась, надо бы прихватить, ну да, ну да, мечтать не вредно, правильно, а в другой жизни, тут дорогу все еще строят, перекапывают постоянно, ничего не меняется, как я приехала, ее раскопали, вот так она и до сих пор перекопанная, пойдемте-ка сюда, покажу вам улочку, ой, это, наверное, громко будет, потому что это на улице слишком громко, мне хочется уши закрыть, а микрофон, наверное, это тем более словит, ладненько, я это вырежу, я чуть не оглохла, ужас какой, петличка приглушает, конечно, но чтобы настолько, не думаю, сегодня дофигища надо учить, вот прям дофигища, у меня каждый день добавляется что-то, что я не понимаю с предыдущего урока, и это все опять накапливается, мне это не нравится, ну, можно сказать, что почти дом, ой, блин, так, я давно хотела разделочную доску купить, доску, вот, наверное, мы давайте-ка быстро зайдем тогда в Дайсо и посмотрим досочку, я сейчас поставила широкоугольную линзу, не прям такую, что вау, рыбий глаз, но угол обзора в любом случае изменился и стал шире, хотя, может, вы не заметили, потому что камера не на меня была повернута, вот мы в Дайсо, он недалеко от моего дома, много времени я не потеряю, сейчас сразу пойдем в дощечки, посмотрим, какие там есть, я еще видео на основной канал хочу снять, и мне как раз-таки для красивого кадра нужна досочка, а вот они, 2000, 2000, за 5 есть, мне кажется, деревяшка нравится, но деревяшка долго не прослужит, я наоборот хочу в Питере дома избавиться от деревяшек, или их заменить, деревяшку точно сейчас брать не буду, надо что-то, вот, это 5, это дорого, давайте возьмем вот такую задвушечку, нормально, голубую не хочу, есть зачоник вот такая, но она прям совсем малютка, это когда маленькая, это тоже неудобно, давайте все-таки возьмем такую, серый будет сочетаться с белым, думаю, да, блин, она, конечно, плотная такая, но мне плотная не нужна, тяжеловато таскать будет с комнатной кухни, светлых нету, нет, тут последних серых две осталось, все, берем вот такую, что-то меня еще спрашивали, ножики, в принципе, все можно в Дайсу купить, что вам понадобится, тут реально много всего, почоннику, разные мисочки, емкости, вот все, что хотите, сковородки, подносики, короче, так все-все-все есть, фольга, пакетики разные, но это у меня есть в бесплатном использовании, да, в комнате, поэтому я особо не парюсь, разные игрушки, подарки, коврики, все для шитья, подошку я здесь покупала за 5000 вон, 50 на 70, до сих пор на ней сплю, очень даже нормально, горшочки, кашпо, разная фигнюшка по типу Алиэкспресса, инструменты, кому нужно скотч, пожалуйста, за 2000, за 1000, строительный, не строительный, клей, если что-то порвалось, разные переходники, я не помню, какой у меня переходник, но вроде что-то из вот этого, полтора метра или метр, точно не помню, вилки разные, кто-то спрашивал про переходники, вот есть, изолента, для кемпинга, для кемпинга даже что-то есть, сейчас начнется сезончик, скоро, надеюсь, где можно будет на лужайку выходить, вот, пожалуйста, уже продают, коробочки разные, для дня рождения, для дня рождения, упаковка, еду я, или, ой, куда ты, приветики, игрушки разные, ежика тут не найти, мне можно даже не надеяться, я уже сколько раз его искала, но безуспешно, цветная бумага, наклейки, все для универа, школы, всякие скотчи разные, если понадобится, калькулейтор, ручки, кстати, надо будет мне скоро ручки купить, именно тоненькие, я люблю тонкие, не писать, фломастеры, блин, я сейчас пойду в кваджан, нельзя сюда, тут мои любимые снеки, а нет, моих любимых нет, все, а нет, есть, вот они, желтенькие торчат, с маслом, ну, а в другой стороне уже больше бытовой химии для животных, есть целый ряд игрушки, вкусняшки, ладно, я пойду оплачивать и пойду домой, я пойду домой, Субтитры сделал DimaTorzok Собственно вроде бы как я и хотела, но я не знаю сколько сейчас времени, у меня часы разрядились, всем приятненького аппетита, у меня тут чайок, пару печенек и собственно мой обед, вот такая красота, всем приятненького. Ну что могу сказать, я опять зависла, я кстати видео делала больше двух часов, прикиньте. Ну это ладно, мне нравится это делать, поэтому иногда это прям очень-очень залипательно. Я выучила слова, которые хотела на сегодняшний день, еще записалась на несколько менторингов уже на следующую неделю, но пока только на два занятия, потому что я не знаю как пойдет. Вот я сейчас понатыкала разных студентов, там посмотрим, будем отталкиваться, как мне понравится, не понравится, да и в принципе что я там буду делать, пока хватит. Вот, вроде время есть, еще если что я успею наперед записаться. Сообщение мне о подтверждении дополнительных занятий по произношению не пришло, вот не знаю, наверное буду ждать понедельника, если понедельник не будет, то ну типа я опоздала, все. Хотя, думаю, упускать такой шанс, конечно, обидно, очень обидно, тем более, когда это предоставляется бесплатно. Вот, тогда я не записывалась, я не знаю почему, в тот раз это тоже было, это по-моему у нас каждый месяц такое происходит, что каждый может записаться и попробовать себя подтянуть в произношении с носителем, естественно. Сейчас я сижу над ворбуком, кстати, вчера я так и не написала сеги, сегодня я видимо тоже это не сделаю, потому что что-то как-то я очень много времени теряю на задания, которые в тот раз я уже пропускала, прикиньте, я уже на третьей главе сдалась по ходу дела, потому что тут у меня были выделены ответы, вот, но я уже вижу, что это неправильно, потому что я в этот раз уже знаю все слова, которые даны в упражнении. И у меня просто загвоздка в том, что я не могу перевести предложение по смыслу и подобрать слово, вот. Но уже хорошо, что я знаю слова. Не все, конечно, тут, кстати, попадается в предложение такое слово, которое я вообще не знаю, либо оно, скорее всего, с первого уровня, я его просто подзабыла. По поводу таблички, ну, сейчас заполню, посмотрю, что-то как получится, не получится. Так что, а, время уже восемь вечера. А я вот, ну, собственно, вот так мой вечер проходит. Хочется, конечно, что-то еще поделать, но понимаю, если я сейчас хотя бы один день вот такой будний потеряю, то я вообще все по одному месту пойдет, и я опять ничего не нагоню. Так что, вот такие вот у меня дела. Грамматику я вроде сегодняшнюю поняла, по крайней мере одну, нын, которая с глаголом плюс существительное. А вот с нен, ум, ревель, и тоже глагол плюс существительное у меня уже как раз вопросики, прям конкретные вопросики. Кстати, по поводу слов, то, что я сказала, я выучила это, не значит, что я выучила все, что нужно. Вот, к завтрашнему занятию, там еще два листа. Я первые полтора посмотрела, плюс-минус я их чуть-чуть помню, вот, еще и повторила, поэтому, ну, можно сказать, выучила. А вот что дальше, к сожалению, пока не знаю, но на сегодняшнее, то, что нужно было, я выучила. Но, опять, момент, если я и слово говорю не на корейском, то мне трудно его написать на корейском. Вот, то есть, если мне сказать период, я такая, киган, нет, киган, ладно, это еще понятно. Например, расписание дня, вот, ильчон. Вот, если я увижу слово ильчон, я такая, о, распорядок дня. А если уже сказать распорядок дня, я уже буду думать, что это такое. Ну, иль я вспомню, а вот чон надо уже будет немножко подумать. Югым это сбор, ну, тоже знаю. Ну, чурбаль тут чак тоже, там отправление, прибытие, это я всегда юзаю, когда езжу на метро. Вот, потому что у меня, ну, приложение само на корейском, так вот, когда отмечаешь, с какой ты, с ветки на ветку твои глаза водится. Сижу в бигудях, ну, в одной точнее, чтобы придать объем. Ладно, я тут как этот еж, нахмурившись, сижу в своих шести квадратах. Размышляю о насущном. Еще час посижу, и все. Буду уже видео закидывать и ложиться спать. Че успела, то успела. Капец, время просто, я не знаю, оно пролетает, как все успевать учить. Как другие ребята успевают. А потому что умные и схватывают все быстро. Ну, девчонки, например, они тоже учат вроде, но им не нужно столько усилий прилагать. Потому что они посмотрели на уроки, прослушали материал, да и запомнили. А я нет, я так не могу. Маленький мозг, не под это, заточен. Чай хлебнуть. Ах, отпад. Хотите прикол? Как только я выключила камеру и, типа, просто посидела, потупила в текст, я такая думаю, дай-ка заполню таблицу, как я думаю. Вот, не буду переживать то, что у меня там получится, правильно, неправильно. Заполнила два задания. И че вы думаете? В ответах я сделала все правильно. Прикиньте, я сама в шоке. Я реально в шоке. При том, что полностью какие-то предложения я не смогла красиво перевести. Там очень такой ломаный перевод у меня получился. Но по итогу еще методом исключения слов, которые я выучила, классно, да? Я вот сделала правильно два задания. Сейчас я перехожу к табличке. Потом еще останется задание. И на этом я, наверное, сегодня закончу. Поэтому встретимся еще через два задания. Надеюсь, это будет не через полчаса, а быстрее. Потому что на экзамене столько времени не будет. Я закончила. Время 9.48. Я уже, наверное, где-то полчаса, как убрала учебники, уже добавила кусочки предыдущие. Так что мне осталось только добавить этот, сохранить. И можно выводить. И я... А что я нажала? Подождите. Нет, только нет. Аху. Я думала, у меня видео слетело. С ним все в порядке. Смотрите, какое оно красивое, большое, понатыканное. Я надеюсь, что я справлюсь за... Сколько тут мне еще? Ну, если я лягу даже где-то в течение 40 минут, мне уже будет нормально. Главное, чтобы оно грузилось не час. А оно может. Поверьте. Фух, весит оно дофигища. Ибо файлы, которые выходят с вот этой камеры... Например, сегодня я скидывала файлы за вчерашний и сегодняшний день. У меня вышло на 27 гигабайт. Это только с камеры вот этой. А еще с телефона было пару кусочков. Ладненько. Всем пока. Пока. И большое сердечко. Сегодня вот с такой гулиной. Гулиной. Ладно, всем пока. Надеюсь, до завтра. Пока.